Привет, друзья! В общем, у нас сегодня обзор очень неоднозначной и интересной динамической модели 7GOT EN1000 за 200 долларов, которая вот уже на протяжении целой недели не предстает меня удивлять и вызывает у меня постоянно совершенно противоречивые ощущения и эмоции. А противоречивость этих эмоций зависит от съемного штекера, который вы пристегнете к кабелю этих наушников. Да, друзья, вот такой не совсем обычный способ тюнинговать звук нашли инженеры компании 7GOT, посчитав, видимо, что съемные звуководы с фильтрами это уже вчерашний день, это не модно и очень банально. Всего их в комплекте три штуки, черный, синий и красный. И все они имеют разное сопротивление, естественно, по-разному и влияют на звучание этих наушников, к которому мы обязательно с вами вернемся чуть позже. А пока давайте познакомимся с их характеристиками. За звук в ЕН-1000 отвечает один 10-миллиметровый динамический излучатель с DLC-диафрагмой. Чувствительность у них 108 дБ, импеданс 32 Ом, плюс-минус 15%. Изготовлены наушники целиком из глянцевого металла и имеют декоративные вставки из желтого металла. Знаю, противников именно такого сочетания, такой расцветки, серебристого с золотым, очень много. Но лично, друзья, ничего против не имею. А придраться могу только лишь к покрытию корпусов. Зеркальная поверхность которых ожидаемо моментально покрывается всевозможными следами и отпечатками. Поэтому будущим владельцам очень советую запастись какими-нибудь салфетками из микрофибры. А вот к посадке в ушах у меня никаких вопросов нет. С какими бы амбушюрами я их не использовал, мне всегда было очень удобно и комфортно. Ну и, конечно, комплект у моделей, использующих слово King Wanda, может похвастаться не только тремя штекерами, но и необходимым набором красивых и качественных аксессуаров. Прежде чем я начну разглагольствовать о звуке, уточню для вас несколько моментов, несколько полезных моментов. Несмотря на то, что сами по себе наушники не очень тугие, будьте готовы, ребята, к тому, что для их раскачки все же потребуется не самый слабый плеер или свисток. А все благодаря штекерам, которые, напомню, имеют разные сопротивления. Если с черным и с тенем наушники легки в раскачке и нормально, нормально, на мой взгляд, звучат даже, например, с обигейл, то при использовании красного штекера вам уже непременно захочется поддать и подкрутить громкость вашего смартфона. Во всяком случае, именно в этой комбинации наушники, мне кажется, самыми тугими. Да, я чуть не забыл рассказать вам, как производится замена штекеров. А меняются они очень просто. Откручиваем металлический цилиндр, соединяем один, совмещаем с рисками какой-то другой, давим, чтобы он немного зафиксировался, и закручиваем цилиндр обратно. То есть процесс замены на самом деле очень прост. По звуку, ребята, тоже все очень достаточно просто и даже предсказуемо. С двумя первыми вариантами, с черным и синим штекером, в подаче этих наушников, наряду с всего лишь небольшим аналоговым оттенком, все-таки заметно преобладает резкость и агрессия, за счет которых в звуке искусственно и подчеркивается микроконтраст и высокая острота деталей. Поэтому с этими двумя вариантами я, признаюсь, смог слушать только очень неторопливую и спокойную музыку, в которой мне в первую очередь важно было слышать какие-то там тонкости, точности или мелкие нюансы. Ну, например, переборы по струнам акустической гитары или послезвучие после струн арфы. А что-то более быстрое и техничное мои уши переваривали уже, конечно, гораздо хуже. Ну, а если посмотреть на все три графика этих наушников со всеми вариантами штекеров, то, думаю, вам несложно будет догадаться, какой именно вариант выбрал я и который мне больше всего пришелся по душе. Безусловно, я выбрал красный вариант, ибо он для меня оказался не просто человеческим, а оказался самым приятным и классным. Да, ожидаемо при нем многие микронюансы и тонкости, конечно, исчезают, подача становится более плавной, но зато весь звук здорово разглаживается, что особенно заметно обретает всеми любимый очень натуральный аналоговый тембр, или даже не аналоговый, а да простят меня сейчас, тру аудиофилы, скорее такой маслянисто-оливковый. Если с черным и синим штекером на средних частотах, особенно в роке, на конкретно на гитарных рифах слышна какая-то резкая рябь или грязь, то уже с красным звук становится плотнее, теплее и ощутимее, чище. То есть он уже освобождается от всевозможных искажений и артефактов. Кстати, несмотря на то, что бокал эти наушники при любом раскладе или при любом варианте тюнинга передают очень объемно и фактурно, потому что при хорошем балансе, как бы и низ, и вверх, и середина, и предрасположенно это делать очень неплохо, с красным штекером, мне кажется, они делают это еще лучше. То же самое касается и ритм, и гитар все в том же металле. Ожидаемо такие же, ребята, метаморфозы происходят и с верхними частотами, о которых я вполне справедливо могу сказать, что они чисто динамические и простые. То есть, да, самые обычные, без всяких аудиофильских изысков, но в первых двух вариантах тюнинга, в черном и синим, еще и грубые рисковатые. С красным они однозначно воспринимаются тише, мягче и уже не вытаскивают грязь из некачественных треков, как первые два варианта. Однако о слоистом воздухе и прочей дальней мишуре, конечно, тоже можно забыть и не мечтать. А низкие частоты при всех вариантах тюнинга, естественно, не удовлетворят хотелок басхедов, потому что фокусируются эти наушники не на саббасе и не на его глубине и массе, а на мидбасе, который хоть и звучит с красным штекером ненамного объемнее и теплее, все равно во всех трех вариантах отличаются линейностью, хорошей плотностью, хорошим контролем и ожидаемо нормальной скоростью. Поэтому коньком ЕН-1000 является вся та музыка, в которой не нужна накачка и дополнительная масса на нче. То есть, как я и говорил уже сегодня, басхеды, электроники и прочие роботы проходят сегодня мимо. А те, кто хочет слышать плотный и четкий удар и, конечно, отскок палочек от поверхности бочки или барабана, добро пожаловать всем, кто любит неплохих атак и скорости. Виртуальная сцена и стереопанорама здесь примерно средне во всех направлениях и, на мой взгляд, очень зависимы от записи. То есть, если в треке хорошо подчеркнуто трехмерное позиционирование и стереоэффекты, то всего этого будет хватать и в этих наушниках. Но все равно они не играют ни там, ни здесь, они играют вот так. Что касается всевозможных сравнений, друзья, то похожей по звуку альтернативой нашим всем год могут стать Astrotec AM5850MK2. Долго вспоминал, на что похожи наши наушники. Вот, наконец, спондул. На Astrotec они похожи. И особенно при нейтральном тюнинге тех. Напомню, те наушники тоже тюнингуются, но уже при помощи съемных звуководов, при помощи нозлов. Однако даже при своем нейтральном варианте тюнинга отличаются от E1000 чуть более холодной и еще чуть более яркой подачей. А совсем противоположным сим-год звучанием отличаются, например, динамические наушники Hartfield Deer. И самое главное их отличие заключается в более акцентированном нижнем диапазоне и в более проработанных и ярких верхних частотах. DUNO Falcon Pro при любом тюнинге отличается чуть более суховатой подачей и более заметным акцентом на мидбасе и на нижних средних частотах. E1000 в сравнении с ними во всех трех вариантах звучат нейтральнее и имеют больше аналоговых тембров. Вот такими, друзья, интересными и одновременно необычными мне показались новые наушники Syngot EN1000, которые, напомню, особенно понравились и подошли мне с красным штекером. Именно в этом варианте я смог служить в них не только добрую инструментальную музыку, но и некоторую очень злую, за исключением электронную, конечно, которая мне в них, если честно, показала слишком скучной и однообразной. Поэтому для добавки эмоций прибегал еще к усредненному, к синему штекеру, с которым его яркость для меня была, конечно, уже на грани, но сама подача была гораздо веселее и напористее. Ну а черный вариант, мне кажется, должен подойти тем, кто предпочитает яркую и агрессивную подачу с более подчеркнутыми верхними диапазонами. Из минусов, то есть из того, что мне в них слегка не понравилось, отмечу упрощенные, не очень детальные верхние частоты и дефицит саббаса, который, естественно, особенно ощущается в синтетической музыке. Купить наушники можно в официальном магазине на Алиэкспресс и на сайте компании Syngot. А у меня на сегодня все, друзья. Всем пока!